Звёздная бездна, окружающая Землю спокойно и просторно. Но вдруг сверкнёт светящейся полоской в чёрном пространстве звёздочка метеорита, и понимаешь, как тесно вокруг Земли. Небо всегда манило человека. Во времена, когда не существовало самолётов и космических кораблей, левитация и телепортация были единственной возможностью парить над Землей. Считалось, что такие вещи доступны только колдунам и шаманам. Так какая сила позволяет человеку переноситься на расстояние или подниматься в воздух? Кто не летал во сне? Во-первых, да? Это многим людям знакомо ощущение полёта во сне. В основном это в детстве бывало. Карлос Кастанеда пишет о возможности полётов во сне. И наяву тоже касается. И человека всегда тянуло в небеса, оторваться от людей и приблизиться к создателю, к нашему. Почему во сне мы видим то, чего никогда прежде не видели? Можем перенестись через тысячи километров? Читать, не открывая глаз книгу, страница за страницей? Почему буквально каждый из нас летал во сне? Чувствовал себя летящим так отчётливо, словно на самом деле умеет это делать? Всё дело в состоянии. Энергетика, которую обладает человек, может находиться в разных состояниях. И практики отличаются тем, что состояние этой энергетики для каждой практики разное. Трудно поверить, что овладев определёнными навыками, действительно можно взлететь над землёй. Или перенестись силой мысли из Москвы в Петербург. Состояние, в которое должен войти человек для осуществления телепортации предмета, это очень необычное состояние, так скажем. Поэтому, в общем-то, необычное и непривычное для человека состояние. Некомфортное, я бы даже сказал. И вроде бы и здорово, ух ты, я только что сделал телепортацию, но больно уж мне это непривычно. 20 марта 1833 года в маленьком шотландском селении Карри в шести милях от Эдинбурга в семье Мельника Уильяма Хьюма родился необычный мальчик. Ему дали имя Дэниел. Ещё в детстве Дэниел обнаружил в себе способности, которые приводили в смятение окружающих. Однажды маленький Дэниел сказал, «Сегодня у меня утонул старший брат». Ему не поверили. Но Дэниел продолжал убеждать взрослых, что ему было видение. Спустя пять месяцев к родителям пришло известие о гибели старшего сына в море по пути в Гренландию. Так начали проявляться необычные способности Дэниела Дугласа Хьюма, знаменитого прорицателя, прославившегося способностями к ясновидению и левитации. Вот как описывали его полёты американские газеты того времени. Хьюм парил в воздухе в футе от земли. Через какое-то время опустился, потом снова взмыл над полом. В третий раз Хьюм поднялся к самому потолку и слегка коснулся его руками и ногами. Хьюм говорил, что невидимая сила поднимает его, и он ощущает электрическую полноту у себя в ногах. Он много ездил по свету, приобретая состоятельных покровителей. В Париже Хьюм дал сеанс перед Наполеоном Третьим. В Гаге перед королевой Софией, которая писала впоследствии. Я встречалась с ним четырежды. Я чувствовала прикосновение невидимой руки к моему пальцу. Видела, как тяжёлое золотое кольцо перемещается от одного человека к другому. Мой платок сам по себе отлетел от меня, а вернулся уже завязанной узлом. Действительно ли Хьюм управлял неведомыми энергиями? Или это были ловкие трюки? Неужели все парапсихологические явления – это просто фокусы? Как известно, в истории многие святые левитировали успешно. И тысячи людей это видели. Это зафиксировано всё в прошлых веках, и в 19-м, и в 20-м. И наш Василий Блаженный, который, все знают, тоже был замечен за левитацией. Уважаемая, почитаемая семья святой и родивой. Святой Василий Блаженный, как гласят летописи, неоднократно на глазах у толпы поднимался в воздух. А затем неведомая сила переносила его через Москварику. Во время молитвенного экстаза левитировал и другой православный святой – Серафим Саровский. Ну, современная наука, естественно, как будто официально, популярно, она не признаёт никаких этих, в частности, ни левитаций, ни телепортаций. Хотя масса есть фактов, которые зафиксированы. И учёный, аж самим Лейбницем, первым создателем немецкой академии наук, первым ректором и так далее, основателем. Немецкий философ и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц стал свидетелем одного из полётов святого Иосифа из Карпетина, который жил в начале 17 века в Южной Италии. Многие видели, как монах-францисканец во время молитвы впадал в экстаз и взмывал в воздух. Именно благодаря способности левитировать, юродивый Иосиф Деза после смерти стал святым Иосифом, а с 1958 года ещё и покровителем космонавтики. Современная наука к явлению левитации свободного парения в воздухе подошла вплотную. На этих кадрах эксперимент, который доказывает возможность левитации. Вы видите, что живой организм, в данном случае лягушка, парит в воздухе. Ещё в конце 18 века было замечено, что некоторые вещества отталкиваются магнитным полем. Их назвали диамагнетиками. Чем сильнее магнитное поле, тем большую силу отталкивания они демонстрируют. Любой живой организм, помещенный в сильное магнитное поле, направленное строго вверх, будет вести себя как диамагнетик. То есть подниматься в воздух. А это ещё один способ левитации, который объяснён современной физикой. Его называют эффект Мейснера. Вещества, обладающие сверхпроводимостью, то есть нулевым электрическим сопротивлением, при охлаждении до критических температур, вытесняют магнитное поле, и над ними создаётся пространство для левитации. Подобные явления, их назвали магнитной левитацией, до конца не изучены. И тем не менее, учёные пытаются найти им применение. В 21 веке был предложен проект поезда, который будет двигаться с помощью магнитной левитации. Его назвали летающий поезд. Сегодня разработками таких поездов занимаются Китай и Япония. Летающий поезд сможет развивать скорость свыше 500 км в час и двигаться по вертикальным плоскостям. Возможность крушения такого состава близка к нулю, ведь поезд будет защищён мощным электромагнитным полем. Физики утверждают, что для левитации должны быть соблюдены два условия. Чтобы объект мог подняться вверх, необходимо погасить силу тяжести, то есть убрать гравитационное поле. А для того, чтобы он не улетел в космос, на объект должна воздействовать обратная сила, которая обеспечивает его устойчивость. Например, квантовая механика, физики, ядерщики и прочие, кто в самые глубины материи идёт, там уже не так всё становится очевидно. И там вот эти все проблемы перехода вещества в энергию, времени, время и пространство, вот эта вся взаимосвязь. И более того, связь эту с сознанием, там всё это очень так перетекает. То есть частицы есть виртуальные, есть актуальные, то есть материя непрерывно переходит в энергию, из энергии возникает материя и так далее. Один из самых ярких примеров – полёты неопознанных летающих объектов. Житель Владивостока Григорий Бурмистров много раз наблюдал за их перемещениями. Вот как он описывает движение неопознанного объекта, появившегося над Владивостоком 14 марта 2011 года. Когда он начал рассматривать бинокль, потом посмотрел в телескоп, увидел сложную структуру, двойной объект, по которому перемещался другой объект. Он находился в наклонном положении, где-то под углом 30 градусов, и перемещался, не переворачиваясь и не разворачиваясь. Сделал два круга вокруг сопки и улетел на северо-запад. Я его наблюдал почти 20 минут. Конфигурация постоянно менялась и повторялась. Итак, НЛО бесшумно парят в воздухе, резко меняют траекторию движения и скорость полета. Они не оставляют после себя следов, которые должны появляться при эксплуатации любого технического средства. Единственное, что мы можем наблюдать, это признаки сильнейшего электромагнитного воздействия, которые появляются в местах зависания или посадки НЛО. Случалось, что НЛО на некоторое время беззвучно зависали в воздухе. Позже на том месте, над которым он висел, обнаружили кольцо из полегшей травы. И земля там высохла. Почему? Потому что НЛО создает электрическое поле, и когда оно воздействует на влажный грунт, появляется индукционный ток, который нагревает землю. Вода в итоге испаряется, и появляется этот эффект. Доказательством, что левитационное движение НЛО связано с магнитным полем, можно считать тот факт, что при появлении летающих тарелок из строя выходят все электромагнитные приборы, а стрелка компаса начинает хаотически вращаться. Кто-то из пилотов заметил, как с приближением НЛО стрелка компаса в его самолете начинала вращаться. А когда НЛО улетал, все приходило в норму. Я тут же провел эксперимент в моей лаборатории. Взял авиационный компас, где стрелка помещена в специальную жидкость. Этот генератор производит переменный ток низкой частоты. Примерно один герц, то есть одно колебание в секунду, и определенной силы. И действительно, стрелка начала вращаться. А если генератор выключить, стрелка замирает. Иными словами, магнитное поле НЛО воздействует на стрелку компаса, и это не само собой разумеющееся явление. Однако НЛО это скорее техническое устройство, которое перемещается по законам, которых мы еще не знаем. Но какая энергия заставляет левитировать людей? Ответа на этот вопрос пока нет. Ну, существует несколько так называемых ситх. Одна из них называется левитация. Ситхами на Востоке называют чудеса, которые может совершить человек. Известно, что индийские йоги поднимаются в воздух спонтанно и могут парить над землей, иногда по несколько часов. В Тибете существует техника лунг-гом, хождение в трансе. Впервые ее описала французская путешественница и исследовательница буддизма Александра Дэвид Нилф. Техники, которые в отрыве, скажем так, от стяжания духовности, они просто направлены на то, что взять какой-нибудь там мальчика и научить его облегчать лес. Вот эти лунг-гом-па, знаменитые в Тибете, про которых, наверное, многие читали, в книгах Дэвид Нилф. Наблюдая за тибетским скороходом, их называют лунг-гом-па. Французская писательница утверждала, что он не бежал, а парил над землей. Дэвид Нилф описывала одного лунг-гом-па, которому приходилось надевать тяжелые железные цепи, чтобы стоять на земле и не взлетать в воздух. Такие скороходы, которые там за ночь могли сотни, там, миль по горам покрывать. То есть вот они вводили себя в такое измененное состояние сознания, у них облегчался вес тела, и они бежали, так вот, по всяким там через пропасти прыгали, по камням, то есть в нормальном состоянии человек давно погиб, а они, так сказать, со страшной скоростью, без еды, без воды, так вот, ориентируясь каким-то там шестым чувством, они приносили какие-то там донесения важные всякие. Так сказать, послания и так далее. Чтобы овладеть искусством левитации, требовались годы напряженных занятий. Тибетские ламы занимались дыхательными практиками, читали специальные мантры и учились искусству магической визуализации, отождествляя себя с воздухом и ветром. Так тибетские монахи-скороходы уменьшали свой вес. Поверить в это невозможно, но оказывается, человеку это под силу, но в измененном состоянии сознания. Еще в советские времена гипнотизер Геннадий Гончаров на сеансах массового гипноза подтвердил, что человек летать может. Его программа «Резервные способности человека» была утверждена и разрешена к использованию самыми высокими инстанциями. Я в свое время, когда давал массовые сеансы гипноза, проводил довольно интересные эксперименты. Я вызывал на сцену легко гипнабельного человека, легко поддающегося. Ставил его на весы, мы взвешивали его вес, ну допустим, там 80 килограмм. Потом в состоянии глубокого гипноза внушал человеку, что он находится в невесомости. И вес уходил на 30-40 килограмм. Может уменьшать свой вес и мастер цигун Борис Бойко. Его учителями были монахи Шаолиньского монастыря. Борис начинал с изучения техники популярного у нас жесткого цигуна. А затем перешел к легкому цигуну. Это другой, более высокий уровень. Он учит управлять весом тела. Результат впечатляет. Человек может усилием воли менять свой вес. Становиться тяжелее, легче или вообще ничего не весить. Потерю веса фиксируют измерительные приборы. Весы, на которые становятся мастер, либо вообще не реагируют на его присутствие, либо показывают тот вес, который человек выбирает сам. Секрет этой техники в умении правильно распределить по телу энергию ци. Если направить ее вверх, человек станет легким, если вниз, наоборот, тяжелым. Это, так сказать, одна из возможностей, которая дает овладение энергией. Один из таких феноменов, которые проявляются у людей, как побочные часто, которые какой-то практикой занимаются. Духовные, либо физические особые, дыхательные, то есть все, что связано с накоплением большого количества энергии, если так упростили. Парапсихологические явления, несмотря на кажущуюся фантастичность, распространены испокон веков. Сегодня, как и в старину, по-прежнему человек может необъяснимо подниматься над землей. Левитировать. Люди, которые летают, мы их называем левитируют. То есть летают без использования каких-то средств передвижения. Ведь многим этим людям прямо, чуть ли не накачивают в организм энергию, берут отталкивание от земли антигравитацию, либо непосредственно от солнца, либо отраженные от луны вот эти антигравитации. И с помощью этой энергии он порхает над землей без вертолета, самолета, без ракет. Значит, можно летать, умеешь брать эту энергию. Энциклопедия так определяет это явление. Левитация бывает у медиумов во время спиритических сеансов, у шаманов во время камлания, в состоянии мистического экстаза и транса, при явлении призраков и одержимости нечистым духом. В парапсихологии левитацию определяют как власть, духа над материей. Это состояние длится от нескольких секунд до нескольких минут. Я надеюсь, все левитирующие предметы, то есть левитирующие в том смысле, что летающие по неизвестным для нас причинам, рано или поздно эти причины будут нам понятны. и я не уверен, что термин левитация приживется в будущем, но может быть останется как просто технический термин. Но как же быть с космическими полетами в околоземном пространстве? Получается, что человек, мечтая о левитации, давно овладел ею и даже не обратил внимания, что оказался в нужном месте в нужное время. Достаточно подняться в ближний космос всего лишь на высоту 200-300 километров и сила тяготения исчезает. Невесомость разве это не есть самая настоящая левитация? Невесомость это не совсем технический, не совсем правильный с точки зрения термин, потому что невесомости как таковой в природе не существует. Невесомость на орбите на самом деле это движение в гравитационном поле. Космическая станция или космический корабль не висит в безвоздушном пространстве посредством неведомых сил. На самом деле он непрерывно падает, но земля виток за витком как бы отворачивается, уходит из-под ног падающего корабля. И поэтому падая одновременно и всем корпусом корабля и одновременно параллельно с кораблем падают и все члены экипажа находящиеся внутри, именно поэтому и складывается субъективное представление, что сами люди ничего не весят и парят как воздушные пузыри в воздухе. Все, что происходит на орбите классический пример невесомости. Мы не считаем подобные кадры чудом. Астронавт или космонавт для нас не более удивителен, чем капитан дальнего плавания или физик-ядерщик. Нас гораздо больше поражает движение спичечного коробка под взглядом гипнотизера. У меня, так сказать, космонавты занимаются. Вот, вот это вот, так сказать, задача. А убеждать там Васю или там Марусю, что, так сказать, есть еще что-то кроме вот этого, что можно взглядом потушить свечку, это мне совершенно неинтересно. Поэтому и как бы я в свое время занимался в лаборатории, когда молодой был, совсем биоинформации при радиообществе Попова. Вот там как раз исследовали влияние биополей на, так сказать, биологический объект, вот всякое, так сказать, много было там экстрасенсорики, парапсихологии. Ну, вот, с тех пор прошло много времени, как-то утратило интерес для меня. Поистине фантастические явления окружают нас в повседневности. Например, упав с огромной высоты, человек не получает ни царапины, выживает в авиакатастрофе. Говорят, парашют не открывается один из десяти тысяч раз. Студентка юрфака Тюменского государственного университета Юлия Евдокименко мечтала о прыжке с парашютом с детства. В июле 2010 года ее мечта наконец осуществилась. Раньше я думала, что такое прыжок. Я не думала, я думала, это как действие выпить кофе, утром прыгнуть, у меня были другие планы. Я думаю, утром я прыгну, потом в обед поеду в Тобольск на рыцарский турнир, потом поеду в Тюмень с друзьями в пинбол поиграю. Наконец самолет взлетел и на высоте 800 метров парашютисты по очереди начали выпрыгивать за борт. Юлия не стала ждать, пока ее, как всех новичков, вытолкнут. Девушка ступила в небо сама. Инструкцию, которую надо было выполнить, она запомнила на зубок. Не забыла о ней и в воздухе. Выпрыгнула, считаешь, до трех, потом открылся парашют, тебя трясет. Ты поднимаешь руки, осматриваешь сверху, снизу, точнее, парашют. Если видишь там дырочку, либо лишнюю, либо стропы перепутаны, соответственно, сразу же выдергиваешь кольцо запасного парашюта. Если нет, видишь, что парашюта не открылся, соответственно, выдергиваешь запасной парашют. Уже на третьей секунде полета Юля поняла, что-то не так. Основной парашют не раскрылся. Девушка, следуя инструкции, потянулась за кольцом запасного парашюта. К тому моменту, когда уже притягивала руку к запасному, сработал датчик и парашют выстрелил вниз, вместо того, чтобы выстрелить вверх. Юля помнит пейзаж, который приближался с неимоверной скоростью. Помнит, как успела взглянуть на запасной парашют, который так не вовремя стал подниматься вверх прямо перед падением. Помнит и мощный удар. Получилось так, что я думала, где-то на море, что это все и так больно. Мне казалось, что когда бежишь по асфальту, поскользнешься, упадешь, ударяешь, это гораздо больнее. Наверное, шоковое состояние. Через несколько минут после падения Юлию Евдокименко нашли. Она приземлилась в болотистую жижу. И все кричали, она жива, она жива, я говорю, конечно, жива, какие вопросы. И вот каждый подбегал и спрашивал. И стоял просто вопрос. Некоторые хотели вынести из этой мужа меня, а некоторые говорят, надо ждать скорую, чтобы непосредственно оказали первую, правильную, первую медицинскую помощь. И я говорю, мне больно, уберите, не трогайте меня. После падения с 800 метров у Юлии Евдокименко было сломано два позвонка и ребро. Но ни один внутренний орган не пострадал. Этот случай медики назвали чудом. Нет, это не было шока. В действительности, когда лежала в больнице, приехали телевизионщики, сказали, мы там из местной розеты хотим снимать. То, что необычный случай. Даже сами, когда привезли в больницу, врачи осматривали. Говорят, ну что, со второго этажа шлепнулось. Говорят, да нет, 800 метров. Да ну нафиг, это по-любому что-то не должно быть. Говорят, парашюты не откроются. Знаешь, девочка, к нам, конечно, такие люди не приходили с такой высоты, но обычно, если падают в питье, они уже к нам обычно сюда, вот именно в кабинет уже не привозят, их привозят в морг. Непременным условием выживания в подобных ситуациях является отсутствие страха. Человек просто не успевает понять, что с ним происходит, а его подсознание включает скрытые возможности. Он оказывается во власти каких-то неизвестных энергий, управлять которыми он еще не научился. В такое же состояние приводят себя индийские йоги, шаманы и колдуны, погружаясь в транс. Шутки с гравитацией, земным тяготением, не могут не вызывать восхищения. Человеку становятся доступны левитация и телепортация. Он может летать или мгновенно перемещаться в пространстве. Я хотел заняться чем-то таким необычным, в том числе рассматривал вопрос левитации, но когда я столкнулся с возможностью телепортации, ну конечно для меня левитация стала чем-то уж очень простым. То есть зачем плавно куда-то лететь, когда можно переместиться мгновенно на любое расстояние. Существует хрестоматийный пример. Способностью к телепортации обладает матка термитов. Недавно было восстановлено биологами многократно насчет самки термита, царица, которая телепортируется. То есть ее, ну вы знаете, да, там как муравейники, там их царица у термитов, она там откладывает яйца, все там над ней трясутся термиты. Матка термитов практически не может двигаться. Ее кормят и обслуживают рабочие насекомые. Но если ее потомство угрожает реальная опасность, матка телепортируется из муравейника в безопасное место. Причем ее метили радиоактивными метками, это не то, что какую-то другую случайно нашли, а ее пометили, вот именно это уже находят очень далеко от этого места. То есть реально это прорыть невозможно было за такой короткий, да и просто вот она просто исчезла вместе со своими всеми там коконами, не знаю, вот это неоднократно зафиксировано. Пока что для этого явления не существует научного объяснения. Лишь парапсихологи пожимают плечами. А что здесь такого? Простая телепортация? Биологи подтверждают эту версию. Похоже, что обычные насекомые придумали систему телепортации, которая, если ее понять, могла бы одним прыжком доставить нас к звездам. муравьи и термиты придумали то, в чем они нас опережают наголову. Это настолько невероятно, что почти не поддается нашей логике. Это определенно система сознательной телекоммуникации, а возможно и вполне развитая работающая система телепортации. Телепортация это не перемещение в пространстве предмета или живого существа, а подчинение пространства, способность его изменять. В общем-то легко переместить предмет просто искривив пространство. Искривление пространства не такая фантастическая модель. Вы же знаете, что искривляется пространство вблизи черных дыр. То есть астрономам известен термин даже искривления пространства. И вот представьте, если пространство искривилось и то, что находится далеко сейчас находится уже прямо у меня в кулаке, то открыв кулак я увижу этот предмет, который вообще-то только что находился в другом месте. Вот человек может изменяя свое состояние, свою энергетику может искривлять пространство. Это уникальное свойство человека. Когда нам удастся понять принципы телепортации, мгновенного перемещения в пространстве и времени, полеты в другие галактики станут реальностью. Человек может на самом глубинном уровне влиять на самую основу мироздание теоретически, но естественно не кажется, человеку с большой буквы. И вот некоторые этим в меру своих возможностей пользуются. Есть даже такие методики, которые можно научить этому. Но там не говорится ни про протоны и нейтроны, ни про нейтрины, ни про вакуум. На Земле существует множество загадочных сооружений, назначения и способ постройки, которых до сих пор не могут объяснить ученые. Особенно если речь идет о сооружениях тысячелетней давности. Стоунхенш. Из всех древних памятников ни один не окутан такой таинственностью. Его размеры впечатляют, но считается, что это лишь фрагмент гигантского комплекса, который был поврежден временем. Остров Пасхи. Гигантские фигуры Моаи. Весом более 20 тонн, а высотой 6 метров. Вырезанные из спрессованного пепла вулкана Рана-Рараку. Вулкан находится за много километров от побережья, где установлены многотонные исполины. Египетские пирамиды. Инженеры ломают голову, каким образом были изготовлены и доставлены на место строительства их огромные многотонные блоки. Великий сфинкс в Гизе. Статуя вырезана из монолитной части скалы и доставлена в Гизу из осуанских каменоломен, которые находятся за тысячи километров. Секрет строительства этих древних памятников записан на стенах древних египетских храмов. Оказывается, египетские жрецы знали тайну левитации. В создании пирамид участвовали только священники, поскольку укладку многотонных каменных блоков не доверяли посторонним. Жрецы произносили заклинания на определенной ноте. Камни теряли вес и поднимались в воздух. В данном случае, если нужно было поднять камень, то, оказывается, здесь ничего сложного не было. Это здесь используется режим левитации. И оказывается, что люди это проводили, делали, и все это делали, но эти знания находятся под глубочайшим запретом, серьезнейшим запретом. Технология акустической левитации основана на способности звуковой волны вызывать колебания в твердом веществе, жидкости и тяжелых газах. До сих пор ее используют тибетские монахи, но, как и сотни лет назад, держат этот способ в секрете. В 1930 году шведский авиаинженер Хенри Кейльсон во время путешествия в Тибет стал свидетелем акустической левитации. Монахи строили храм на горе ламы. Значит, округлый валон весом, по моим подсчетам, по удельному весу, примерно весом около четырех тонн, приволокивали на площадку и клали в лунку глубиной примерно 15 сентября. В полусотни метров от этой лунки стояли в ряд 19 музыкантов, а за ними по радиальным линиям 200 монахов. Музыканты били в большие барабаны. Между барабанами размещались шесть больших металлических труб, направленных к камню. В каждую трубу непрерывно дули два монаха. По команде оркестр начинал играть, а монахи петь в унисон. И в определенный момент случалось чудо. Через несколько минут этот швед наблюдает валун зашевелился в этой самой ямке и начал медленно приподниматься. Потом пошел все быстрее, быстрее, быстрее и попал на вершину. На площадку находящую на высоте 400 метров. Шведский путешественник утверждал, что монахи с помощью левитации поднимали на гору 5-6 огромных валунов в час. Человека, который разгадал секрет строительства с помощью левитации звали Эдвард Лицкалмен. Он жил в США в начале 20 века. Этот коралловый замок он возвел в штате Флорида. На его строительство ушло 100 тысяч тонн кораллов. Огромные многотонные блоки идеально подогнаны друг к другу и уложены в башни, ворота и предметы интерьера. Уверяют, что автор проделал это в одиночку, используя простую систему противовесов. Но эксперты признают это невозможно. У него был особый дар. Он говорил, что знает секрет веса и рычага и знает, как были построены пирамиды. Прежде чем начать труд всей своей жизни, Эдвард провел много времени в местной библиотеке. Посетители часто видели его за книгами о великих пирамидах. Вооруженной информацией, Эдвард начал высекать коралловые блоки для своего замка. Соседи были поражены, когда увидели, что он двигает такие глыбы, делает из них мебель и так далее. Они спрашивали у него, как он это делает, но он просто отвечал, что знает секрет противовеса и рычага и знает, как построили пирамиды. Он никому не разрешал смотреть, как он трудится, часто работал по ночам при свете фонаря. Система противовеса, в которой Эдвард пользовался, могла поднять только 10 тонн. А некоторые камни весят по 30. Как же был возведен коралловый замок? Кристофер Дан, инженер аэрокосмической промышленности, подобрался к разгадке строительства пирамид и кораллового замка. Как мне представляется, это невозможно, если только не сделать камень легче. уменьшить действие на него гравитации. Думаю, Эд Литцкалнин был в состоянии это делать. В музее Литцкалнина эксперт нашел доказательства своей теории. Например, вот на этой редкой фотографии, где Эдвард за работой. На этом фото вы видите некие треноги, изготовленные из телеграфных столбов. На верхушках треног стоят какие-то ящики. А от ящиков глыбом тянутся провода. Я полагаю, что в этих ящиках были установлены ретрансляторы. На самом деле он транслировал радиосигнал из своей мастерской и воздействовал на камни резонанса. Атомным резонансом. Он использовал электромагнетизм. Вот откуда бралась энергия для переноса камней. А система противовесов служила для отвода глаз. С помощью теории атомного резонанса можно объяснить, как тщедушный Лицкалнин поднимал и устанавливал огромные коралловые глыбы. Дело в том, что он верил, что гравитация одно из проявлений магнетизма. Он знал что-то про гравитацию и магнетизм, чего мы так до сих пор и не знаем. К сожалению, он унес свой секрет в могилу. И никто не видел, как он это делает. Но ведь факт остается фактом. Расчеты современных инженеров показывают, чтобы построить пирамиду Хеопса с помощью ручного труда потребовалось бы 100 тысяч человек и не менее века. Ни о какой точности тогда речь не идет. Согласно документам, великую пирамиду возвели в течение 20 лет. Это стало возможно только если над ней работали такие же мастера, как Эдвард Лицкалнин, знающий тайну летающих камней. Как были построены пирамиды с помощью акустической или электромагнитной левитации? когда человечество узнает ответ, оно сможет стать столь же великим, как и строители пирамид. Мы научимся управлять силой тяготения, проще говоря, откроем секрет антигравитации. В 20 веке левитация стала постепенно входить в обиход, а люди, умеющие летать, в моду. В июле 1986 года в Вашингтоне были проведены первые соревнования по левитации. 20 человек соревновались в высоте, дальности и продолжительности полета. Показанные участниками результаты впечатляли. Подъем на 60 сантиметров по вертикали и перемещение на 1,8 метра по горизонтали. Я думаю, что соревнования по левитации все-таки правильнее назвать соревнованием атлетов, соревнованием людей, в лучшем случае йогов, которые способны управлять своим телом безусловно. Они способны каким-то образом изменять состояние своего тела до такой степени, что его свойства становятся совершенно фантастическими или сказочными с нашей точки зрения. Взлетали йоги из позы лотоса, поэтому внешне состязания напоминали прыжки из положения сидя. Но у человека нет мышц, с помощью которых он способен совершать подобные движения. значит речь все же идет о левитации, но только спортивной. К сожалению, ни одного случая, когда левитирующего йога, поставив на весы, замерили бы его массу, ни одного такого эксперимента я, к сожалению, до сих пор не знаю. Поэтому судить о том, изменяется его масса в большую или меньшую сторону и насколько мы можем только очень относительно и очень косвенно, ну, может быть, по степени примятости травы, но, сами понимаете, это весьма далекий от точного измерения способ. Своеобразный рекорд был установлен на шестых соревнованиях летающих йогов в 1993 году. Суп Хачандра поднялся над землей на 90 сантиметров и оставался в воздухе 4 минуты. Мечта о том, что мы получим какое-то физическое, магическое или иное способность воздействовать на массу, она где-то связана с извечной мечтой человека о полете. Потому что приковывает нас такими мощными наручниками к земле и не дает нам воспарять как птицы как раз наша любимая планета. Как только мы научимся бороться с гравитацией, бороться со своей массой, следом за этим или одновременно с этим мы получаем и способность летать. Эти возможности присутствуют в каждом из нас, но люди не подозревают об этом, ведь речь идет о запретной энергии, которую генерирует человеческий мозг. Дело в том, что человеческий мозг изучен всего лишь на насколько мне известно от 3 до 5 процентов. Даже с помощью приборов мы не можем сказать, что мы изучили его мозг. Именно конкретно что может продуцировать тот или иной мозг. Мы не знаем. Какова же физическая природа левитации? Ряд исследователей полагает, что это проявление биогравитационного поля, которое создается психической энергией, излучаемой мозгом. Но до сих пор непонятно, какая область мозга задействована при левитации. Не знают ученые, и что представляет из себя загадочная психическая энергия? Является ли она электромагнитной, или речь идет о неизвестной форме энергии? И, наконец, какие факторы побуждают человека летать? Механизм это механизм, конечно, интересный, очень интересный. Значит, в одной из лабораторий Пентагона ученые ученые якобы нашли ген, который отвечает за левитацию. Да, да, да. Но он находится в неком каком-то непроявленном состоянии, в спящем. Этот ген можно включить. Есть древние индийские методики, рассчитанные на долгие годы тренировок. Если в Европе способность к левитации была со средневековья известна, она была спонтанной, неосознанной, то на Востоке, в Индии, на Тибете, люди осознанно трудились на эту тему, очищали свое тело, душу и стремились к достижению просветления. И одним из качеств просветления это было как раз способность к левитации. Вот. И тибетские монахи способны обойти все монастыри Тибета. Их там очень много. Это расстояние примерно 500 километров за 8 дней в состоянии измененного сознания, в состоянии левитации. 500 километров за 8 дней. 1934 год. Англичанин Моррис Вильсон тренировался по методике йогов. Он решил покорить Эверест. На следующий год его замерзшее тело обнаружили в горах. До вершины он не долетел совсем немного. Но тот факт, что без специального альпинистского снаряжения он преодолел труднейший маршрут, говорит о том, что он овладел левитацией. В Индии говорят, что кроме физического мира существуют тонкие миры. И главная цель в жизни человека заключается в накоплении духовной энергии. Возможно, она имеет вполне реальную силу. Это послание в июне 1926 года привез в Москву вернувшийся с Гималаев ученый и художник Николай Рерих. Тибетские махатмы обращались к правительству молодой советской России. Здесь, в Гималаях, мы знаем совершаемое вами. Овладевайте психической энергией. Не опоздайте овладеть ею. Нет ни одного аспекта жизни, ни одного, который нельзя было бы рассматривать с позицией экстрасенсорики, паранормальных явлений. Мы все живем в паранормальных явлениях, но одни знают об этом, а другие нет. Но незнание никогда не было преимуществом человека. Не знаешь, надо знать. Хотелось бы не только знать, но и уметь. Пробуждение загадочной психической энергии позволит человеку взлететь над землей, прочитать чьи-то мысли переместиться в пространстве на миллионы световых лет и преодолеть ловушку времени. Объяснить невозможно. Загадки космоса. Ученые из лаборатории реактивного движения НАСА и национальной лаборатории Лос-Аламоса США составили список астрономических явлений, наблюдающихся в Солнечной системе, которые объяснить совершенно невозможно. Эти факты многократно проверены и сомневаться в их реальности не приходится. Да только в существующую картину мира они совершенно не вписываются. А это означает, что либо мы не совсем правильно понимаем законы природы, либо кто-то эти самые законы постоянно меняет. Вот посмотрите некоторые примеры. Почему Земля убегает от Солнца? Ученые уже давно научились измерять расстояние от нашей планеты до светила. Сейчас оно считается равным 149 597 870 километров. Раньше полагали, будто оно неизменно. Но в 2004 году российские астрономы обнаружили, что Земля удаляется от Солнца примерно на 15 сантиметров в год. Это в 100 раз больше, чем погрешность измерений. Происходит то, что раньше описывали лишь в фантастических романах? Планета отправилась в свободное плавание? Природа начавшегося путешествия пока неизвестна. Конечно, если скорость удаления не изменится, то пройдут еще сотни миллионов лет, прежде чем мы отойдем от Солнца настолько, что планета замерзнет. Но вдруг скорость увеличится? Или наоборот, Земля начнет приближаться к светилу? Пока никто не знает, что будет происходить дальше. Что таится на окраине нашей системы? Далеко-далеко за карликовой планетой Плутон есть загадочный астероид Седна, один из самых крупных в нашей системе. К тому же Седна считается самым красным объектом в нашей системе. Он даже краснее Марса. Почему? Неизвестно. Но главная загадка в другом. Полный виток вокруг Солнца он делает за 10 тысяч лет. Причем вращается по очень вытянутой орбите. То ли этот астероид прилетел к нам из другой звездной системы, или, может быть, как считают некоторые астрономы, с круговой орбиты его сбило гравитационное притяжение какого-то крупного объекта. Какого? Астрономы никак не могут его обнаружить. Но вернемся поближе к дому. Что, как вы думаете, самое странное из того, что когда-либо было замечено рядом с Землей? Черника на Марсе? Но то были скалы и только выглядели необычно. Микки Маус на Меркурии? Инопланетяне проявляют своеобразное чувство юмора? Нет, это игра света. Именно она заставляет верующую братью видеть своего бога на поджаренных тостах, в плохо вымытых окнах и дождевых тучах. Предлагаем считать таковым объектом межзвездный астероид, вошедший не так давно в Солнечную систему и привлекший к себе самое живое внимание. Дело в том, что он похож на инопланетный корабль, каким мы их себе представляем. Он называется Оумуамуа и летит со скоростью 95 тысяч километров в час. Считается, что он прибыл к нам от Веги, звезды, находящейся на расстоянии около 25 световых лет. Это темно-красный объект диаметром 400 метров, сравнительно гладкий, состоящий из металлов и льда. Особенным его делает также то, что это первый замеченный нами объект, прилетевший из такой дали. Ученые продолжают изучать его, надеясь выяснить. Почему солнечные затмения такие идеальны? В нашей системе размеры Солнца и Луны, а также расстояние от Земли до Луны и до Солнца подобраны весьма оригинально. Если с нашей планеты, кстати, единственной, где есть разумная жизнь, наблюдать солнечное затмение, то диск Селены идеально ровно закрывает диск светила. Их размеры совпадают в точности. Была бы Луна чуть меньше, или же находилась дальше от Земли, то полных солнечных затмений у нас никогда бы не было. Случайность что-то не верится. Отчего мы живем так близко к нашему светилу? Во всех изученных астрономами звездных системах планеты располагаются по одному и тому же ранжиру. Чем крупнее планета, тем ближе она к светилу. В нашей же Солнечной системе гиганты Сатурн и Юпитер располагаются в середине, пропустив вперед малышей Меркурий, Венеру, Землю и Марс. Почему так произошло неизвестно. Если бы у нас был такой же миропорядок, как в окрестностях всех других звезд, то Земля бы находилась где-то в районе нынешнего Сатурна, а там царит адский холод и никаких условий для разумной жизни. Темная материя Все галактики нашей Вселенной с большой скоростью вращаются вокруг одного центра. Но когда ученые подсчитали общие массы галактик, то оказалось, что они слишком легкие. И по законам физики вся эта карусель давно бы сломалась, однако не ломается. Чтобы объяснить происходящее, ученые придумали гипотезу, будто есть во Вселенной некая темная материя, которую невозможно увидеть. Но вот что она собой представляет, и как бы ее пощупать, астрономы пока не представляют. Известно лишь, что ее масса составляет 90% массы Вселенной. А это означает, что мы знаем, что замир нас окружает всего на одну десятую часть. Жизнь на Марсе Поиски органики на Красной планете начались в 1976 году. Там приземлились американские аппараты Викинг. Они должны были провести ряд экспериментов с целью либо подтвердить, либо опровергнуть гипотезу об обитаемости планеты. Результаты оказались противоречивыми. С одной стороны, в атмосфере Марса был выявлен метан, очевидно, биогенного происхождения, но не было идентифицировано ни одной органической молекулы. Странные итоги экспериментов списали на химический состав марсианского грунта и решили, что жизни на Красной планете все-таки нет. Однако ряд других исследований дают возможность предположить, что на поверхности Марса когда-то была влага, что опять же говорит в пользу существования жизни. По мнению некоторых, речь может идти о подземных формах жизни. По мнению ученых, существование подобных планемо ставит под сомнение современные теории возникновения планет и звезд. Но новые теории пока так и не придуманы. И космос до сих пор не раскрыл свои загадки. Мы же на сегодня прощаемся, оставляя вас размышлять о том, сколько всего удивительного и интересного ждет нас в необъятных просторах космоса. Субтитры подогнал «Симон»